Ну, вообще я пошла на греблю, потому что я как-то увидела, ну, гребут, мне понравилось, я попросила маму меня отвезти, и вот я сразу начала показывать результаты. И мне понравилось, это завлекло, это стало как часть жизни, ты вообще только в гребле живёшь и всё, как бы, и вот. И как тебя зовут? Оля. Перепичка, да? Да. Оля, то есть тебе понравилось то, что ты выигрывать стала, и поэтому тебя мотивировало дальше заниматься? Ну, не только то, что я выигрывать стала, просто это ощущение, просто гребли, как бы, все проблемы, всё это можешь на спорт вылить, и тебе станет на душе легче. Дорого. У меня практически вся семья гребла, и пришла на греблю 8 лет, поначалу не получалось, года 4 первых, а потом поехала на Россию, взяла второе место на тысячи, и прям очень хотелось тренироваться. То есть тебе вот именно, как Оля говорила, именно результат вдохновил? Да. И ещё семья, то есть другой вид спорта даже не рассматривалось? Ну, думала набегать, но всё-таки на греблю позвали. Хорошо. У меня тренер был, преподавал физкультуру в школе, и она меня позвала, и я пришла, и потом занималась. Угу, то есть тебе просто один тренер за руку привёл? Да, просто я ещё до этим ничем не занималась, просто так общефизическим всем, а чем-то определённым ничем, и она пригласила меня, и так я и начала заниматься. А почему это осталось? Обычно многие приходят, да, и у вас, наверное, приходили многие с вами, и оно мало кто остаётся, ну, постепенно, потому что тяжёлый труд. Вот что тебя удержало? Я с самого детства, как бы, спорт у меня получался, и я тут нашла греблю, и у меня сразу начало всё получаться, и не было смысла бросать. Мне было, очень нравилось это, и мотивировало меня спорт. То есть ты рождена для гребли оказалась? Да. Как зовут, напомню? Настя. А фамилия? Иванова. Ну, сначала долгое время видела, как гребут, мне понравилось, и вот тоже тренер в школе работал. Пришла вот. Кто у вас за тренер такой, как он? Светлана Львовна Олейник. Сначала ничего не получалось, ну, то есть, и всё равно хотелось тренироваться, то есть, это влекло как-то. И вот до сих пор. А сколько лет уже занималась? Лет пять, наверное.